У меня появилась возможность забить. Для меня это было хорошо, потому что на матче присутствовала моя семья и друзья. Но для многих товарищей по команде это было еще лучше, потому что у нас тогда была очень сильная команда, и все игроки хотели довести этот матч до логического завершения. Мы очень старались, особенно те, кто играл недолго. Все старались внести свой вклад в команду, которая и так была хороша. Это было сильной стороной сборной Франции, и в результате мы выиграли чемпионат. Мало кто из футболистов оказал на английский футбол такое же влияние, как Ференс Пушкаш. Он был капитаном сборной Венгрии 1953 года, которая приехала на Уэмбли и показала сборной Англии мастер-класс. Превосходная обводка и удар Пушкаша – секрет успеха двух из шести голов, которая забила его команда, тем самым повергнув в шок изобретателей этой прекрасной игры. Кевин Киган был на пике своих возможностей в 1980 году, завоевав второй подряд титул лучшего футболиста Европы. У него заканчивался контракт с немецким Гамбургом, и он был первым в списке команды английского тренера Рона Гринлунда. Этот изысканный удар по воротам ирландцев на Уэмбли показал почему. Астон Вилла стал вторым из пяти английских клубов, за которые играл Бенитто Карбоне. Итальянский форвард помог Вилле дойти до финала Кубка Англии в 2000 году, оформив хет-трик ворота Лидса в пятом раунде. Этот фантастический удар с дальней дистанции стал лучшим из трех забитых Карбоне, а Вилла выиграла со счетом 3-2. Команда Советского Союза повела в счете уже на четвертой минуте матча группового этапа финала чемпионата мира против Венгрии. Сергей Леников решил испытать удачу и нанес удар из-за предела штрафной. Обиграв венгерского вратаря Петера Дистеля, он удвел преимущество СССР, и они выиграли со счетом 6-0. Центральный защитник Марк Лоурсон забил 18 голов за Ливерпуль, отыграв 7 сезонов за клуб. Этот показательный матч против Сау Гэмптона продемонстрировал, как бывший игрок Престона и Брайтона может стать достоянием для команды Сэнфилда. За перехватом и длительной пробежкой за мячом последовал пас от Далгиша, прежде чем он нанес удар. В то время Лоурсон был самым дорогим защитником в Британии, и это казалось выгодной сделкой. Любимец Фраттона Мэтью Тейлор открыл счет в матче с Эвертоном, одним из лучших голов того сезона. Тейлор начал свою карьеру в Лутонтаун, привлек к себе внимание нескольких тренеров из премьеры лиги, но он выбрал контракт с командой первого дивизиона Порсмутом. Он содействовал их повышению в классе в сезоне 2002-2003 и в июле 2006 года подписал долгосрочный контракт. Фанаты терпели, особенно когда он забивал голы такого калибра. Мало кто из игроков сыграл такую же роль, как Милош Красич, в достижении Сербии в финальной стадии Чемпионата мира 2010 года. Самообладание и высокая скорость полузащитника, играющего в России, создали множество проблем с защитником других команд в квалификационных матчах. Этот удар в ворота Австрии был лучшим голом Красича и показал его врожденный талант. Любые страхи, которые могли возникнуть у фанатов Арсенала по поводу возможного разгрома на Хайш-парк, были быстро развеяны одним человеком – Ианом Райтом. В том матче он оформил хит-рик, но именно его второму голу аплодировали даже фанаты Йовела. Всегда выступая под восьмым номером, бывший нападающий Кристал Пелот забил 10 голов до Рождества и начал Новый год в таком же ключе. Он заметил, что вратарь сместился со своей линии и мастерски отправил мяч в сетку. Полузащитник Рафаэль Вандервард впервые сыграл за Аякс 2000-м, будучи 17-летним юношей. Проведя в клубе три года, он стал настоящим лидером команды и в ноябре 2003-го забил этот невероятный гол в ворота извечного соперника Фейнорда. Аякс выиграл чемпионат в конце сезона, опередив на шесть очков ПСВ Эйнховен. В следующем сезоне Вандерварда выбрали капитаном команды. Шотландия вышла на Сивильский стадион Бенита Вилли Марин во всеоружии и уже на 18-й минуте Дэвид Нейри открыл счет. Но прошло совсем немного времени, Бразилия сравняла цифры на табло фирменным штрафным ударом от Зика. Мяч обогнал стенку, пролетев мимо ошеломленного Ална Рафа. Белый пиле был назван одним из десяти лучших игроков турнира. Несмотря на то, что Дэвид Бентли начал свою карьеру в Арсенале, он не сыграл ни одной домашней игры за канониров Премьер-лиги. И вернувшись в игру с их соседями из северного Лондона Тоттельхэмом в 2008 году, ему понадобилось всего лишь 13 минут, чтобы показать своим бывшим работодателям, кого они потеряли. Бентли открыл счет красивым ударом, а затем его команда пожинала плоды в триллере из восьми голов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучший турнир этого лета. Международный Кубок чемпионов Носитантоспорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, начинается матч. Футболисты Ивентуса. Разыграли мяч Сантрополия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА